Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет Свежая Майса. Это история об одном еврее, который в данный момент посланник Любавического Рэбе в Хевроне. Чтобы мы все с вами понимали, что такое Хеврон. Одновременно это невероятно святое место, где похоронены цадики Авраам, Ицхак, Яков, Ривка. Мы понимаем уровень этого города. Там очень множество общин, евреи, святость Торы на каждом метре этого города. Но с другой стороны, это очень страшный город. Туда ездят на бронированных автобусах, там постоянно стреляют. Арабы устраивают террористические операции. И вы себе представьте, посланник Любавического Рэба в Хевроне. Мы туда иногда ездить боимся, если мы в Израиле. Находимся. А он посланник. История была такая. Этот человек служил в израильской армии. В секретной группе. Это был спецназ. Чтобы вы понимали, каждый день они бегали с весом 30 килограмм по 20 километров. И так продолжалось каждый день абсолютно. И вот однажды они тоже бежали группой. Этого человека звали Авраам. Они бежали в группе. Все, 30 килограмм. Кросс 30 километров около того. И они прибежали. Они очень уставшие. Здесь видят такое, знаете, непонятное сооружение. Приезжают на колесах. Музыка. И выскакивают хаббатники. Начинают кормить их пончиками. Угощать. Одевать тфелин. То есть максимально такая атмосфера. И Авраам думает. Очень классно. Очень душевно. У меня уже нет родителей. Никто обо мне не думает. Я служу в армии. У меня нет другого выхода. У меня нет семьи. Нет родных. А вот обычные евреи-хаббатники так обо мне позаботились. У него настолько, знаете, внутри сыграла такая теплота. И после этого он начал потихоньку соблюдать. Соблюдать, соблюдать. Это уже наши годы. Ходить в синагогу. И вот он стал религиозным. Он стал религиозным. Он пошел в хаббат. Потому что хаббат его включил. Это максимально была такая искра святости. И максимально быстрая. Спустя какое-то время он попал в 770. Где был Рэбе. Банах Мегл Шнеерсон. И Рэбе увидел его. Рэбе его не знал. Рэбе просто посмотрел на него глазами. У них произошел диалог 2 минуты. После этого человек стал посланником Хеврон. Чему нас учит Этамайса? Во-первых, если у нас начинает играть искра. Наше еврейство начинает просыпаться. Мы не должны медлить. Мы должны действовать как он. Начинать соблюдать. Более идти в углубление Торы. Следующее. Мы должны посещать мероприятия. Потому что он посетился в 770. Рэбе назначил посланником Хеврона. Точно так же. Мы посетили синагогу. Нашли хороших знакомых. Эти знакомые нам посоветовали кого-то. И все. У нас что-то уже получилось сделать. Мы богатые. Мы даем вздоку. Может быть там врача хорошего порекомендовали в синагоге. Как например. И у нас со здоровьем все хорошо. Поэтому давайте не медлить. В святости. А только идти вперед. Браха вецлаха. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова